Библейский портал экзегет.ру представляет Лоялен, он подчиняется царю, он не бунтует, он не пытается устроить революцию, не пытается каким-то образом поднять народ против него, не послушен, а он не слушает запретов царя, его приближенных проповедовать, говорить то, что возвещает Господь. Мне кажется, это очень хороший, интересный урок. Чем это для него грозит? Ну, вот только что мы прочитали, как Иремей оказался в подземной темнице, причем под нее переделали некий частный дом, это у него такая частная тюрьма. Конечно, в Иерусалиме был так называемый дом стражей, где держали разного рода преступников и пленников, но вот Иремей такой вип-персонажный, ему там было еще хуже, чем в обычной темнице, и в результате он упросил царя Садыки, а время военное в Вавилоне не осадили город, чтобы его перевели в обычный дом стражей. Его даже кормили, пока хлеб в городе был. Относились все-таки с уважением. Может быть, ровно потому, что он был лоялен, но непокорен. Будь он и лоялен, и покорен, его вообще не трогали, не замечали. А будь он и непокорен, и не лоялен, вероятно, казнили бы. 38. Шефатья сын Матана, Гиделья сын Пашхура, Ягухал сын Шелемей и Пашхур сын Малкии слышали, как Иремей говорил самонароду такие слова. Зачем нам эти люди? Какая нам разница, что Шефатья сын Матана что-то там слышал? Нам интересно, что Иремей говорит. Мне кажется, это очень важная вещь. Вот смотрите, эти люди, как правило, они упоминаются в таком контексте, не поверили, донесли царю, велели ему замолчать. Эти люди себя обессмертили. Иремей вошел в вечность, вот как всем известный пророк, и эти люди вошли. Те, кто ему затыкал рот. Тоже хороший урок на будущее многим. Как Иремей говорил самонароду такие слова. Так говорит Господь, кто останется в этом городе, тот умрет, отмеча голода и моры. Кто выйдет к халдеям, халдеет в Вавилонине, тот останется жив, в жизни будет ему наградой, будет он жить. То есть, имущество сохранить уже не удастся, достоинство, свободу, ничего этого не будет, но жизнь сохранят. Смотрите, вот можно себе такое представить в осажденном городе? Сдавайтесь, сдавайтесь, будете жить, больше ничего не обещаю, но будете жить. Это вражеский агент. Так говорит Господь, этот город будет отдан войску царя Вавилонского, царь захватит город. Это вражеский агент. Какая разница, что Господь с ним говорит? Он говорит вещи, которые нас абсолютно не устраивают, а в военное время только смертная казнь за такое. Вельможи сказали царю, надо убить этого человека, ибо он, говоря такие слова, ослабляет воинов, оставшихся в городе и весь народ. Недобра он желает народу, а только зла. Царь Седекия сказал, он в ваших руках, ибо царь пред вами бессилен. Такая вечная история, как пилат, умывающий руки. Человек, который должен принять решение, делает вид, что это не его решение, что его вынудили. Да, но он же согласился вполне осознанно. Но все-таки вот что-то мешает его убить. Может, Иремия сам уже не рад, что его не до конца убивают. Иремию схватили и бросили в яму для воды. Яма этой на дворе стражи принадлежала царскому сыну Малкии. То есть это водосборник, куда зимой в дождливый период стыкают много воды. Естественно, она с грязью, потом вся эта грязь оседает, еще начинает тухнуть. И когда город в осаде, то эту воду-то все вычерпали, что там осталось. Иремию спустили туда на веревках. В яме тогда не было воды, а только жидкая грязь. И в эту грязь Иремия погрузился. Ничего себе заключение, да? Эведмелых, Эфиоп, Евнух при царском дворе, ну, то есть заведовал женской частью и там служил, услышал, что Иремия бросили в яму. Царь в это время сидел у Вениаминовых ворот. Эведмелых вышел из царского дворца и сказал царю, слуга своему господину, «Гладыка мой царь, то, что сделали эти люди с пророком Иремией, злодейство, они бросили его в яму, и он там умрет от голода, ведь в городе нет уже хлеба». Царь приказал Эведмелыху и Эфиопу, смотрите, «свои его преследуют». Опять-таки, почему подчеркивается, что Эведмелых и Эфиоп чужестранец, да? Даже к тому же расовый чужий, он чернокожий. Царь приказал Эведмелыху и Эфиопу, «Возьми отсюда 30 человек и подними пророка Иремия из ямы, пока он не умер». Эведмелых взял с собой людей, пришел в царский дворец, в кладовой одежды. Он забрал оттуда старые тряпки и изношенную одежду и спустил все это на веревках яму к Иремии. Эведмелых, Эфиоп, сказал Иремии, «Обвяжи себя веревкой подмышками, а под веревку положи старые тряпки из изношенную одежду». А это зачем? Какая разница, с помощью каких грязных старых тряпок его вытаскивали из ямы? А вот нет мелочей. Для Иремии и в этом нет мелочей. Оказывается, как бросит пророка в яму с жидкой грязью, они довольно легко догадались. Это нетрудно сделать. А вытащить его уже сложная задача. Ломать не строить. Иремия так и сделал. Стали поднимать Иремия на веревках и вытащили его из ямы. И остался Иремий на дворе стражи. Все равно в заключении, ну, хоть в таких условиях, что выжить можно. Царь Седокия послал за ним. Привели пророка Иремия к третьему входу дома Господнего. Ну, откуда-то третий какой-то из входов в храм. И там царь сказал Иремии, «Я спрошу тебя, а ты ничего от меня не скрывай». Все-таки царь верит в его пророчество. Пусть он не очень их слушает. Пусть он его все равно за это гнобит. Ну, что-то он понимает. Вот что-то в этом человеке есть. Иремия ответил Седокии, «Если я скажу тебе, разве ты не предашь меня смерти? Если посоветую, ты меня не послушаешь». Все и так понятно, да. За любые правдивые слова его ждут только побои, заключения иногда прямо грозящие мучительной смертью. «Царь Седокии тайно поклялся Иеремии». Тайно, люди же слышат, не надо им давать поводов думать, что Иеремия нормально говорит. «Тайно поклялся Иеремии. Жив Господь, который дал нам жизнь. Я не предам тебя смерти и не отдам в руки тех, кто смерти твоя жаждет. И сам не убью, и другим не дам». «И сказал Иеремии Седокии, «Так говорит Господь, Бог воинств, Бог Израиля. Если ты выйдешь к веначальникам царя Вавилонского, ты спасешь свою жизнь, и город этот не будет сожжен огнем. Ты останешься жив вместе со своим домом. Если же не выйдешь к веначальникам царя Вавилонского, этот город будет отдан халдим, они сожгут его огнем, и сам ты не спасешься от их рук». Все просто. Царь верит в то, что Иеремия возвещает ему от Господа, как будет. Вот выбор очевиден. Царь Седокия ответил Иеремии, «Я боюсь иудеев, которые перебежали к халдим. Если меня выдадут им, они надо мной надругаются». Седокия против Вавилонин. Какая часть иудеев Вавилонин приняла, им служит. Поэтому, соответственно, они занимают при дворе Вавилонского царя не самые большие должности, но какие-то должности. Седокия окажется у них в руках, они могут с ним свести счеты или просто даже надругаться. Иеремия сказал, «Не выдадут». «Повинуйся словам Господа, которые я возвещаю тебе, и будешь ты благополучен, спасешь свою жизнь». И кто из них двоих царь? За кем стоит сила? За пленником, которого только что из ямы ваничей вытащили, и еле его спасли? Или за царем, которому весь город подчиняется? А вот первое. Царь боится. А этот говорит так, как и говорит власть имеющая, потому что с Богом. «Если же ты откажешься выйти из города, то слушай, какое видение вел мне Господь. Вот всех жен, оставшихся во дворце царя Иудеи, водят к начальникам царя Вавилонского, и говорят эти женщины, «Подстрекали тебя, убедили друзья твои, когда увяз ты в трясине, они бежали». И кто из них двоих увяз в трясине? Иеремия в своей вонючей яме? Или царь в своих советчиках, в своих шаблонах, стандартах, в своей гордости, которая не позволяет ему признать неминуемое поражение, и обсудить с Вавилонинами условия капитуляции. Итак, «Всех твоих жен и сыновей уведут к халдеям, а сам ты не спасешься от рук халдеев. Будешь схвачен царем Вавилона, а город этот будет сожжен огнем». Садакия сказала Иеремии, «Пусть никто не узнает об этом, и когда ты останешься жив, если вельможи прослышат, что говорил я с тобой, придут к тебе и скажут, «Расскажи-ка, что ты сказал царю, и что царь сказал тебе, ничего от нас не скрывай, иначе мы убьем тебя». Ответим, «Я умолял царя, не возвращай меня в дом Егонатана на верную смерть». То есть царь прячет это пророчество от своих вельмож, он и вельмож-то побаивается. Ну какой он царь? Он марионетка в руках своего окружения. И он хочет, чтобы Иеремий выглядел жалким просителем. Иеремий здесь выглядит вестником от Бога, послом, пророком. «А нет, ты просил меня не возвращать тебя в этот дом, где с тобой плохо обходились. Ой-ой-ой, я боюсь, не надо, не бейте, дяденька». Удобно, когда пророк такой. Когда ты сам ничтожество, то лучший способ себя возвысить, другого сделать еще большим ничтожеством. И пришли к Иеремии вельможи, стали его расспрашивать. Иеремий ответил им так, как велел царь. Для чего ему жалко, что ли, поднимать чужую самооценку? А главное, ведь действительно убьют, а у него еще миссия не закончена. И вельможи больше ни о чем его не спросили, ведь никто не знал, о чем был этот разговор. Им все равно, что говорит Господь, они в это не верят. Но им важно, о чем там. Иеремий с царем говорил, вдруг царь как-то переменит свое решение, надо быть в курсе всех последних событий при дворе. Иеремий оставался на дворе сразу до того дня, когда Иерусалим был взят. И вот Иерусалим был взят. Самое печальное место книги. Ее центр. Ее логический итог, хотя до конца далеко. Иеремий – это пророк, который говорит Иерусалиму и всем жителям Иудеи, изменитесь, или все будет закончено. Они его иногда даже слушают, но никогда не слушаются. Бросают его в тюрьму, избивают, затыкают ему рот. Иеремий оказывается право. Наверное, очень редко пророкам доводилось радоваться тому, что они оказались правыми. И это точно не история Иеремии. Об этом чуть подробнее следующая 39 глава.